В этом выпуске налегке закрываем сезон летних фестивалей под открытым небом. Идем на Art Minsk 2021 и узнаем нескучные новости. Не переключайтесь! Всем привет! Сентябрь не радует нас теплом, но зато щедр на событиях. Сегодня закрываем сезон фестиваля под открытым небом на улице Ежи и немного вернемся к истокам. Напомню, что ребята стартовали как фестиваль уличной еды и даже придумали свою премию. Но с тех пор уличный стритфуд, да и просто гастрономическая культура Минска здорово прокачались. Так что мы пробежимся по любимцам и даже попробуем сделать ставки, кто унесет с собой премию в этом году. Не переключайтесь! Булочка классная, сосиска вообще выше всяких похвал. Если бы я давала премию, мне кажется, я бы дала всем первое место. Мы стараемся быть непредвзятыми, но все-таки скажем, что очень любим Бургерлаб. Есть какой-то секрет, как вот так удалось очень быстро влюбить в себя минчан? Мы просто очень стараемся сделать свою работу. Каждый из нас очень любит свою работу и это наша жизнь. Мы уделяем все свое время работе, чтобы становиться лучше и лучше каждый день. Ну а если говорить про специфику вот именно участия в фестивалях, например, как подбирается меню, которое вывозится, ну, понятное дело, когда в самом ресторане, да? Это понятно. А когда вы вывозите, допустим, на фестиваль, как отрабатывается меню, не знаю, по простоте или что? Мы на самом деле каждый раз подготавливаемся и готовим новый бургер на фестивале и шеф-повар наш, вместе с ребятами из трака прорабатывают его, пробуют, пока он не получится прекрасного качества и тогда они... Ну все серьезно. Ну конечно же, да. Так же и надо поступать. Если ты хочешь делать хорошо, то надо делать прям основательный подход, чтобы был. Ну в этом году какой был бургер особенный? Ну сейчас мы готовим бургер с говяжьей котлетой и свиными ребрами. Это очень вкусно. И это такой хедлайнер этого года, да? Хедлайнер этой воли свежей именно, да. Расскажи, пожалуйста, кто представлен в этом году, да, может быть, не знаю, на открытии были одни, сейчас другие и про вот эту вот самую премию, которая вызывает, да, очень много вопросов на самом деле. Действительно мы сталкиваемся с тем, что пытаемся сейчас про премию говорить больше, потому что это такой очень основной момент. Все-таки ты права, у нас фестиваль еды в первую очередь, и мы делаем на это всегда упор. И, соответственно, все наши фудкорты, которые представлены на улице Ежи, должны иметь какой-то фидбэк. Проблема была в том, что очень многие люди говорили о том, что какая-то не та система голосования. Как вы изменили ее сейчас? Ну, мы упростили вместе с Релакс эту систему, просто вывесив сейчас инстаграм-профиль, где представлены все участники фудкорта, они обновляются вместе с следующим фестивалем в улице Ежи, с описанием, с фотографиями, то есть люди должны зайти ознакомиться заранее, но старт голосования, мы открываем этот профиль только в субботу в 12.00. Соответственно, сегодня, вот сейчас оно уже закрывается, и никто дальше не может ничего добавить. А как само голосование? Лайки? Просто лайки под постами, а мы со своей стороны просто вот здесь на месте, оффлайн, смотрим, что происходит, смотрим, кто из этих фудкортов, которые уже в инсте набрали определенное количество сердечек, смотрим, кто действительно больше продавался, и тоже от себя, от команды голосуем, делаем голосование, и потом выносим такой общий вердикт. На подсчет у нас всех вот этих вот моментов, нюансов, получается, ну, где-то час в целом мы тратим, и тогда вот стараемся более честно выделить самых основных. Илья, привет! Здравствуйте! Что это такое вкусное? Это техасское барбекю, это копчение, да. Мы эту культуру здесь как бы, ну, хотим основать эту культуру уже не один год, как бы, делаем это все. Ну, а есть какая-то специфика из-за того, что все-таки это происходит на улице, да, и что это фудтрак, и вот такая вот печь, я не знаю, как этот агрегат вообще называется? Ну, это вообще трудная работа. Это трудная работа, потому что ночами и днями ребята, я копчу, я обучаю тоже людей этому саму. Дождь, снег, зима, то есть мы и на Байкале работали, везде, то есть и в Москве работали. Это работа классная, но тут очень долго делается мясо. По 8-18 часов, 12 часов, поросята маленькие, 22 часа делаются. То есть мы работаем на температуре, допустим, 110 градусов. Вот на этой температуре мы держим это медленное томление такое с нанесением копчения. И это очень хорошая система вот этого смокера, потому что Беларуси, как услышат слово копчение, сразу боятся. Я вот хочу убрать эти все иллюзии. Это копчение получает минимальный дым, который нужен, и он не вреден. И детки могут кушать, и собачки, и кто угодно. Ну что, наши гастрономические приключения продолжаются. Это очень вкусно. Это круто. Я понимаю всю очередь, которая сюда стоит. Саш, привет. Здравствуйте. Что такое бейгл? И как правильно говорить? Так и говорится, бейгл, это совершенно правильно. Бейгл, это такая булочка, она ферментируется 8 часов, готовится. 8 часов? 8 часов, да. Потом опаривается в воде с медом, за счет этого получается хрустящая корочка, и только затем выпекается. То есть корочка хрустящая, а внутри очень мягкая, и при этом вкус остается нейтральным. В общем, все, кто думает, что это просто какой-то бублик с дыркой, да, на самом деле это очень сложное гастрономическое блюдо. Да, я так каждому объясняю, но людям нравится, это очень удивительное что-то такое, прикольное. Мы желаем вам удачи, сейчас обязательно попробуем, и мы уже свои плюсики там расставляем, и я в конце скажу, кому отдам я свое первое место. Хорошо, спасибо, надеюсь, нам. Класс! Она правда внутри очень мягкая, это очень вкусно. Но это правда не похоже на обычную булку? Мне кажется, я нашла своего победителя. Привет! Привет! Как зовут тебя? Влада. Влада? Влада, кто это? Единорог. Единорог? Ну, пробуй, потому что говорят, это какая-то волшебная вата. Пробуй и говори свой вердикт. Правда ли она такая волшебная? Она волшебная, потому что она не может это... Ну как, вкусно? Да. Можно я кусочек от как-нибудь? Можно. Какая ты хорошая, Влада. Смотри, я вот этот вот от единорога. Мне кажется, что нужно загадывать какое-то желание и есть, и обязательно исполнится. Приятного аппетита! Спасибо. 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 У нас тут подошли маленькие гастрономические эксперты. Эмилия, привет! Привет! Рассказывай, что ты пробовала? Я пробовала плов. Ну, как тебе? Ну, очень вкусно. Очень вкусно. Ну, хорошо. А сейчас стоишь за ватой, да? Да. А пробовала до этого эту вату уже? Нет. Не пробовала, да? Ну, вот если представить, что это обычная сладкая вата, только в форме единорога и плов, кому бы ты отдала первое место? Ну, наверное, все-таки сладкой вате. Сладкой вате все-таки, да? Ну, хорошо, потому что мы уже тоже пробовали сладкую вату. И тебе расскажем по секрету, что если загадать какое-то желание и съесть ее всю-всю до последнего, оно обязательно исполнится. Понятно. Все, удачи. Приятного аппетита. Скажите свою историю. Как вы пришли к тому, что вам нужно обязательно выращивать улиток, да и таких, которыми можно потом будет кормить минчан? И не только, наверное, белорусов, в принципе. Дело в том, что я в первую очередь для себя начал выращивать, потому что улитка имеет короткое ДНК в мясе. Поэтому для себя я начал выращивать. Понравилось друзьям, родителям. И первый раз к нам приехали еще как-то друзья. Вот сказали, говорит, вам надо посетить фестиваль в улице Ежу, чтобы люди попробовали. Очень вкусно. Ну, так мы и начали. И фирма образовалась. Ну, вообще, в принципе, да, так как это все-таки изысканная такая, мне кажется, белорусский потребитель так не сбалован такими блюдами, да. Но я знаю, что вы почему, почему мы к вам пришли, потому что, во-первых, это интересно, во-вторых, вы вошли в пятерку людей, которые, да, номинируются на премию. И мне кажется, да, 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 у вас очень много пожелающих попробовать это. Объясняете, как вообще их есть? Да, конечно, без этого никак, особенно люди первый раз, которые кушают, они же не знают, просто боятся из-за того, что просто не знают, как их правильно покушать. Так, ну что, у нас сет из трех улиток и богетей. Обычный сет для начинающих, кто боится, не знает как, что. Берем улиточку, в ресторане обычно щипчики можно, чтобы не обжечь пальцы. Фильм «Красотка» я сразу вспоминаю, да, когда улитка улетела. Аккуратненько прокололи филешечку, она уже разделана, вине сваренная, чтобы вы понимали. И дальше обратно заложено внутрь, и закрыто сливочным соусом. Мы этот соус в духовку разогрели на 8 минут, он лег на мясо. Здесь базилик, петрушка, чеснок, вяленный томат и паприка, это другое. Ну вот здесь, так, ам. Багетчиком прикушываем. У меня уже слюна потекла. А и выпиваем, да? И соусом запиваем. Первое место, первое место Ежа Эвудс нашего заключительного фестиваля отправляется. Я считаю, что они это заслужили, я скажу честно, может быть, от принятых отношений, но я их поддерживаю изначально, потому что они действительно заморочились. Они ночами не спали, они готовили для вас, чтобы в руках у вас это мясо развалилось. Развалилось Бутчер, Бибикю и Сталица Кейтеринг. Вот они наконец-таки дожали и заняли первое место. Притом тогда, я вам скажу по секрету, когда сегодня мне сказали, Дим, нам вообще все равно, мы никого не просим голосовать. Пусть хотят голосуют, хотят не голосуют. Все, мы сосредоточены на работе. И вот, вот их талисман поросет. Ну что, премии розданы и очень объективно. На наш взгляд, мы все попробовали, не жалея собственных фигур. И можем официально заявить, что меньшане и гости столицы были накормлены очень вкусно. Ну а мы остаемся наслаждаться последним в этом сезоне фестивалем под открытым небом. Не переключайтесь и проводите эту осень вместе с нами. Большое спасибо. Барби в образе женщин светил медицины. Корова-курортница и звездопад. Мы собрали для вас подборку нескучных новостей. Известные женщины-ученые, исследователи и врачи, которые внесли значимый вклад в развитие медицины, стали прототипами для новой лимитированной коллекции кукол Барби. Среди них такие выдающиеся личности, как одна из создательниц оксфордской вакцины против коронавируса, профессор Сара Гилберт, доктор из Австралии Корби Уайт, которая в списке первых стала использовать защитный костюм, когда пандемия только набирала обороты, и бразильская исследовательница Жаклин Шуз де Хесус, изучающая геном вируса. Кроме того, свои мини-версии знаменитых кукол получили женщина, которая ухаживала за первым пациентом с COVID в госпитале в Нью-Йорке, и врач из Лас-Вегаса, посвятившая себя борьбе против дискриминации. В последние несколько лет компания Мотель выпустила несколько специальных серий кукол, таким образом реагируя на обвинения в том, что Барби создают у юных покупательниц стереотипный образ женщины, мало относящийся к действительности. Моделями игрушек в свое время становились правозащитницы, спортсменки и даже певец Дэвид Боуи. Кроме того, в 2016 году компания выпустила серию кукол в трех вариантах – маленькую, пышнотелую и высокую. В середине августа люди по всему миру могли наблюдать в ночном небе одно из самых красочных и красивейших явлений природы – метеоритный поток Персеиды. Ежегодно таким звездопадом можно любоваться в период с конца июля до конца августа. Поток Персеида образуется остатками так называемого хвоста кометы Свифта Тутля, через который Земля проходит каждый год. Только посмотрите, как выглядел пик метеоритного потока Персеиды в этом году. Это лето выдалось поистине супер-жарким по всему миру. От изнуряющего пекла как могли спасались не только люди, но и животные. Например, вот эта корова, которая долго искала прохладу и не нашла ничего лучше, как прыгнуть в бассейн к отдыхающим в Карпатах. Автор видео сообщил корреспондентам BBC, что все закончилось хорошо и никто не пострадал. Корова самостоятельно нашла лестницу, выбралась по ней из бассейна и пошла гулять дальше на фоне карпатских пейзажей. Еще один скандал в благородном семействе. Отец певицы Бритни Спирс Джейми решил наконец отказаться от опекунства над своей знаменитой дочерью, которая длилась в общей сложности 13 лет. В июне Бритни Спирс потребовала отсюда вывести ее из-под опеки отца, обвинив его в неоправданном давлении и тотальном контроле. В свою очередь Джейми заявил, что готов передать опекунство, а на обвинение дочери ответил, что, по его мнению, напротив спас певицу, когда та была в душевном и эмоциональном кризисе. В необычном образе за второй вакциной от коронавируса пришел 47-летний вокалист финской хард-группы Лорди, известный как Мистер Лорди. Кстати, это не единичный случай. Как правило, на публике музыкант всегда появляется в эпатажном виде. Кстати, медсестра, которая вводила ему вторую дозу прививки, виду не подала и выполнила свою работу оперативно. Мистер Лорди сам разрабатывает сложные костюмы и необычный макияж для всех участников группы. Напомним, что в 2006 году группа Лорди победила на конкурсе Евровидения, набрав рекордное на тот момент 292 балла. Это почти что единственная победа Финляндии на международном конкурсе, где обычно царит поп-музыка, да еще и с песней в стиле хэви-метал. Кстати, в 2021 году от Финляндии тоже выступали хардкорщики и заняли в финале шестое место. На этом все. Не переключайтесь. Уже традиционно новый сезон на легке мы начинаем на фестивале «Арт Минск». В этом году это 7 творческих площадок, 250 художников, скульпторов и фотографов, а также более 800 работ в современных и традиционных жанрах искусства. Не переключайтесь. Вбрываемся в эту осень и яркой творческой энергии. Это очень хороший проект, который объединяет творчество почти 250 авторов. Конечно, пандемическая ситуация немножечко изменила сам формат, саму суть «Арт Минска», потому что фундаментально мы хотели сделать и делали, и планируем делать площадку для международного общения. Но нынешний «Арт Минск» в период пандемический, он стал проектом локальным, но мне кажется, что он не потерял от этого в качестве, потому что, в общем-то, тысяча заявок, 250 отобранных художников. Многие художники делали работы специально. И это очень правильно, это очень здорово. И эту концепцию мы будем развивать, стараясь художников, скажем так, вдохновлять на то, чтобы делать работы специально для «Арт Минска». Каждый в этом фестивале находит свое место. Кто-то предлагает своих авторов, кто-то предлагает, как мы, большие масштабные выставки, кто-то делает какие-то кураторские проекты. Поэтому фестивальная часть – это возможность участвовать всем. Сутносная часть – это хорошее искусство. То, о чем мы мечтаем, это вернуться в постпандемический период или допандемический период и делать международный проект. Мы очень хотим, чтобы была более активно представлена фотография. Мы очень хотим, чтобы были представлены медиа искусства. Мы очень хотим, чтобы делалось ежегодно много качественных, интересных скульптурных проектов. Но, в общем-то, традиционно медиа искусства не являлось, скажем так, массовым увлечением белорусских или массовым выбором белорусских художников. Это вещи затратные, это вещи высокотехнологичные, это вещи, которые, ну, скажем так, не распространены в значительной степени, но они очень добавляют, они очень актуализируют, скажем так, выставочные проекты. Тут же еще есть один момент. Мы, может быть, и больше людей отбирали, но экспозиция не может быть переногруженной. Она убивает, собственно говоря, труд художников, если мы будем стараться разместить на наших площадях как можно больше авторов. Поэтому мы примерно знаем, что вот такой объем авторов мы можем качественно представить. И по итогу этого отбора мы говорим, что 250 авторов – это наш предел. Как бы нам не хотелось больше представлять коллег. С другой стороны, все-таки определенного рода конкурентная, не борьба, а просто конкурентное взаимодействие и творческая активность, она, мне кажется, никому не мешала. И опять же, я могу сказать, что мы не говорим, что непрошедшие – это плохо. Мы не говорим, что мы что-то выбрали, а на ком-то поставили крест. Мы, более того, я думаю, что делаем очень большую рассылку и очень серьезно стимулируем наших коллег поучаствовать. На самом деле ничего такого особенного я тут не выставил, не представил. Работаю из моего старинного проекта «Бог войны». Я его начал еще в 2003 году. Много лет над ним работаю, над этим проектом. Ну, вот новая работа из этого проекта. Сирия посвящена теме войны. Называется «Бог войны», соответственно. Просто это единственный бог, которому человечество поклоняется на протяжении всей своей истории. Сменялись различные конфессии. Единственный бог, которому до сих пор человечество приносит жертвы – это бог войны. Да, к сожалению. И вот эта работа называется «Буря в пустыне» – название одной из спецопераций, ну, известной, да, военной операции в Ираке сил НАТО. Ну, и вот, собственно, этой теме посвящена работа. Художник, в принципе, самодостаточный в мастерской, когда он это сделает. Ну, блин, так обидно, что это только ты видишь. А потом сомнения грызут постоянно. Хорошо ли это или нет, интересно это или нет. А посмотреть рядом с другими, своей работой поставить. То есть это такое даже продолжение творчества. Все-таки выставочный процесс, наверное, вот именно продолжение творчества. В 20-й век выработал систему, да, как художнику стать коммерчески успешным при жизни. Я не владел этим, эти самосоставляющие, вот, поэтому работаю по старинке, да. Ну, как бы сейчас подключились, там, в социальные сети, площадки, там, кому-то удается. Ну, у меня не хватает времени на это делать упор. Ну, в принципе, я скажу, талант и коммерческая составляющая не всегда совпадают. То есть, как правило, сейчас коммерцию делает не талант. А для художника давно уже, как бы, известная такая формула есть. Хороший художник – мертвый художник. Вот тогда над нем начинаю зарабатывать деньги. Вот, но это не всегда так. Может быть, кто-то и может сказать, там, больше говорить о художнике, неважно, плохого, хорошего, там, постоянно мелькать в прессе, на телевидении. Ну, вы знаете, если этим только заниматься, то на все остальное, да. Ну, я вот удивляюсь некоторым художникам, которым удается это, да, сделать. И я не знаю, как это работает. Никто не раскрывает этих секретов по-большому до конца. Вот, если мы говорим о величинах номер один в искусстве, ну, возьмем, там, Айвайвея, да. Я не знаю, где он берет деньги вот на эти свои проекты. Блин, сидит в тюрьме, диссидент. Как бы гоним, но в то же самое время делает это гнездо, делает такие проекты в самом Китае, делает проекты во всем мире. Но это, причем, не задумывается, просто делает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова